А пока я отвечу на самые популярные из вопросов, которые вы задали. Вопрос. Добрый день, генерал. Расскажите, какую роль на выборах играет Надеждин. Это подстава или Надежда для россиян? Я думаю, что... Ну, во-первых, я знаю, что Надеждин это не подстава. В этом плане все в порядке, можно не волноваться. Что касается Надежды, ну, это каждый решает для себя, извините, что кто Надеждин, Надежда или что-либо другое. Это выбор каждого человека и каждый должен решить для себя. И самое главное, я бы вам посоветовал сильно не очаровываться людьми, чтобы потом жестоко не разочаровываться. И это не касается Надежды на ни в коем случае. Это вообще рекомендация и совет на любое время. На сегодня, на завтра, либо на 10 лет вперед. Не надо очаровываться в людях, которых вы толком не знаете. И начинаете питать, наверное, не всегда адекватные чувства, адекватные надежды по отношению к тому, что этот человек может принести в вашу жизнь. Еще раз повторю, это не касается Надежды. Что касается предстоящих выборов, если этого человека допустят, и если он пройдет все круги ада, перед тем, как попасть в бюллетень, перед тем, как стать человеком, который совершил нечто неординарное, став претендентом на президентское кресло, тогда, конечно, это будет практически чудо. И далее, уважаемые зрители и слушатели, выбор предстоит делать, я имею в виду, конечно, гражданам России предстоит делать вам. Так, да, понятно, что сейчас многие скажут, что все нарисовано. Нарисовано, да, но чем отличается возможность выбора от его отсутствия? Тем, что каждый из вас, уважаемые зрители и слушатели, каждый из вас, мы сейчас говорим про любое государство, не только про Россию, если вы готовы отстаивать свой голос, если вы уверены в том, что вы делаете правильно, еще раз подчеркиваю, готовы отстаивать свой голос, понимаете, что в реальности ваш кандидат победил, и все ваше окружение, вы помните, да, что я вам буду рассказывать, как это происходило в Республике Беларусь, когда Лукашенко реально проиграл выборы, когда практически состоялась революция, вернее, революция, то, что происходило, можно было назвать революцией, но финал, финал ее был печален. Так вот, если вы готовы идти до конца, до конца, отстаивая свой выбор, я понимаю, что звучит страшно, но тем не менее, если вы хотите жить в нормальной цивилизованной стране, то приходится, приходится в такой обстановке, которая сложилась в России, свой выбор отстаивать. Если готовы, то будущее есть, и в этом для вас лично не будет никаких сомнений. Виктор Михайлович, для принятия каких законов или реформ политбюро ставит нового премьер-министра? Если вы имеете в виду нового технического премьер-министра, то это лишь только усугубит ситуацию в нынешнем раскладе сил. Если вы имеете в виду премьер-министра, который планируется поставить против, извините, после президентских выборов, то это несколько другое. Несколько другое. Технический премьер ничего фактически не решит, никаких законов. Просто будет на себя перебирать ответственность за часть кризисов, которые могут обрушиться на голову Дмитрия Патрушева. Ну, в сущности, только и всего. За кризис в сфере молочной продукции, за кризис в повышении, опять-таки, цены на бензин, которая, опять-таки, приближается, не только на бензин, извините, на топливо, и за еще несколько других кризисов, которые могут случиться. Плюс, плюс ко всему, несколько инициированных законов по введению, еще более, по усилению репрессивного аппарата, давайте так скажем. Но, судя по всему, технического премьера не будет. Судя по всему. Видел заметки, что Собянин делал свой ЧВК на базе метрополитена. Что в итоге с этим проектом? Ну, это такое... Бутафорная... Бутафорная армия. Ничего из себя не представляющая. Слив денег. Распил. И слив денег. Зачем молодой патриарх нужен? И где сейчас такого сыщешь, если в РПЦ много голубой заразы? Ну, собственно говоря, голубая зараза и... Как вы говорите... Пытается решать в РПЦ очень многие вопросы. Опять-таки, будем несколько толерантны к ЛГБТ-сообществу, но эти люди, составляя лобби, как в российской власти, довольно-таки влиятельно. Я бы сказал, что даже, наверное, самое влиятельное в нынешней российской власти. Несмотря на все противодействие Патрушева этому, их в РПЦ решает примерно так же. Молодой патриарх нужен для того, чтобы противопоставить себя старому и вместе с новым молодым президентом прийти к власти, играя, опять-таки, в поддержку нового президента. Новым президентом планируют сделать Дмитрия Патрушева. Не уверен, что эти планы будут реализованы. Но, тем не менее. Мы ведь с вами сейчас обсуждаем планы. Имеете ли вы команда влияния на Пригожина? Да, в определенной степени имеем. Можете ли как-то использовать в своих целях? Я думаю, в общих целях. Чтобы никого не разочаровывать. Виктор Михайлович покровительствует ли вы Борису Надеждину? Есть ли у него шанс быть зарегистрированным? Надеждину мы не покровительствуем. Зарегистрированный у него шанс есть. Небольшой, но шанс есть. Надеждин в этом смысле выступает. Ну, скажем так, противовесом нынешнего режима. Я еще раз повторяю то, что уже сказал. Не стоит сильно очаровываться, чтобы потом сильно не разочаровываться. В любом человеке, в любом. Не надо искать резко кумира им назначать людей святыми, когда среди людей святых практически-то нет. Поэтому давайте дадим возможность обстоятельствам складываться в лучшем контексте для нас с вами. Если Надеждин получит шанс и будет зарегистрирован, это будет совершенно другой вопрос и будет совершенно другая повестка. Надеждин тот кандидат, который пользуется... Надеждин пользуется поддержкой элиты, это правда, но неглобальной силы, которые его поддерживают на сегодняшний день, не в большинстве. Так, вопрос. Смотря сейчас высказывания Жириновского, почти все сбылось, что он говорил. И многое еще предсказал. Откуда он знал эти планы и чьи планы Кремля или мировые. Я уже многократно говорил, что Жириновский посещал много, много людей, которые тогда были в российской власти во все времена. Харизматичный человек был к нему. Его с удовольствием брали в компании. При нем с удовольствием велись разные разговоры, прекрасно понимая, что невозможен вброс таким образом в общественное мнение, проверка общественного мнения и так далее и тому подобное. С ним делились, действительно делились планами. Он, имея широту фантазии, эти планы развивал у себя в голове. Но вы же знаете, что многие фантасты предсказали вполне себе реальные события. Это, скажем так, для людей, у которых хорошо развита фантазия, у Жириновского была прекрасно развитая фантазия. Прекрасно. Это видно по любому из его выступлений. И вот, используя свои данные по, скажем так, додумыванию, к чему могут привести многие процессы, и получались такие псевдопредсказания, которые, конечно, предсказаниями не являлись. Являлась трансляция мыслей людей, которые состоят в российской власти, тогда состояли. И, конечно, эти мысли транслировались Жириновским в том виде, в котором он, в гротескном, скажем так, в котором он любил это излагать. То, что что-то совпало, в этом есть, конечно, определенная, даже не удача, скорее, удача для самого Жириновского, ну, в плане, конечно, в кавычках. Но ничего экстраординарного. Продолжение следует...